Ссылка на книгу в описании под видео. Общее. Отношения с СССР и США, стран Запада во время ВОВ и в послевоенный период. Тезис. В годы ВОВ и послевоенный период СССР и стран Запада не доверяли друг другу. Обоснование. В годы ВОВ между СССР и странами Запада шло геополитическое соперничество за сферу влияния. Например, на Тегеранской конференции Черчилль отстаивал план открытия Второго фронта на Балканах, в то время как Сталин настаивал на открытии Второго фронта во Франции. Черчилль хотел высаживать десант на Балканах, чтобы перекрыть Красные армии и путь в Европу и тем самым не допустить усиления влияния коммунистов в Европе после войны. Кроме того, англо-американцы провели операцию «Санрайз» от сепаратной мирной переговоры с немцами. Сталин узнал о переговорах, был дипломатический скандал, переговоры свернули. Сталин стремился взять Берлин раньше союзников, в частности в ходе берлинской операции, советские войска окружили Берлин, в том числе, чтобы не пустить союзников в город. После войны период между СССР и странами Запада продолжилось геополитическое соперничество за сферы влияния. Например, США приняли доктрину Трумэна, план поддержки антикоммунистических правительств, то есть план, направленный на ограничение геополитического влияния СССР. Также США создали НАТО, военно-политический блок, направленный против СССР. Сталин стремился расширить сферу влияния СССР и ограничить сферу влияния США. В частности, в ходе Корейской войны Советский Союз выступил на стороне Северной Кореи. США выступили на стороне Южной Кореи. В годы Великой Отечественной войны Советский Союз и страны Запада вели скрытую гонку вооружений. Например, США осуществили Манхэттанский проект, создали атомную бомбу, которую сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки. Акция была направлена в том числе на устрашение СССР. Советский Союз в годы войны организовал свой атомный проект. Советские ученые во главе с академиком Курчатовым вели исследования по урану. Органы госбезопасности накапливали разведывательную информацию. В частности, получали сообщения от Кембриджской пятерки и других агентов. В конце войны Советский Союз и страны Запада целенаправленно искали германских специалистов по германскому атомному проекту. искали запасы германского урана и тяжелой воды для использования в гонке вооружений друг против друга. В послевоенный период Советский Союз и страны Запада продолжили гонку вооружений. Например, в США накапливали запас ядерных бомб на случай советского вторжения в Западную Европу. Готовили операцию «Дропшот» — это ядерная бомбардировка Советского Союза. Советский атомный проект под руководством Берии перешел от ученых разработок и накопления разведоинформации к практической разработке бомбы. В итоге были созданы первая советская атомная бомба в 1949 году и первая в мире термоядерная водородная бомба в 1953-м, испытана после смерти Сталина. Ссылка на книгу в описании под видео.